Ну что, ребята, я думаю, многие видели вот такие вот приборы, да? У меня вот запасные щупы к нему есть. Короче, я надеюсь, что это всё теперь в прошлом. Погнали! Погнали! Это дико навороченный мультиметр. Ну, короче, тестер. Мультиметр. Вот такая вот штукенция с огромным экраном. И как вы видите, он ещё даже в чехольчике. Помимо того, что в коробочке. И щупы в комплекте. Интересно, с обычными совместимы? Совместимы. И термодатчик, который вставляется туда же примерно. И получается, что у вас получается. Господи, дважды получается. Короче, можно будет мерить температуру. И вот само чудо техники. Модель я в итоге выбрал ту, которая без отдельного бампера, но сама выполнена а-ля защищённая. Ну, для канала как раз подходит. Сюда мы вставляем батареечки, и прибор включится. На экране, как мы видим, есть плёночка, которую можно снять, но русские люди плёночки такие не снимают. Достаю отвертку. Ну, приступаем к делу. Так, срубчик выёмный. Ну, само собой, я знаю, как говорить правильно, я просто прикалываюсь. Для теста у меня есть всевозможные разные батарейки. Потом я, конечно, подберу правильные. Но пока у меня, видите, немножечко разные. Это совсем дешёвка. О, зато дешёвки две одинаковые есть. Значит, дешёвки сюда и пойдут. Так, плюс-минус. Плюс-минус. Странно. Ну да ладно. На глазок казалось, что минус и плюс, они перепутали местами. Ну, сейчас перевернём, включим, посмотрим. А может, и вправду они их перепутали? Понятно. Вот и верь китайцам. Просто по картинке-то явно не так. По картинке-то явно в ту сторону. Вот так. Вот так вот вам маркировка, блин. С задом наперёд. А вы, говорит, делайте, как на картинке. А то, что он не работает, это всё чудеса. Работать должен. Так, что-то совсем затянулось. Не понял. Крышку больше не буду вставлять. Буду проверять. С другими батарейками, может, эти сдохшие совсем. Прямо так, с открытой крышкой. Всё-таки пробуем, как у них нарисовано сначала. Понятно. Батареечки ему не нравились. Всё. Теперь ему батареечки понравились. Видимо, слабоваты для него. Данный прибор, по заявлению производителя или продавца, точнее, имеет индикацию о батарейке. Вон она там, на секунду появлялась. Так, а яркости у нас добавить никак, походу, нельзя, да? Только вот так можно сделать. Притушить немножко свет, и мы всё увидим сразу. Так, что у нас ещё в коробочке? Правильно, у нас есть растягайка, на которой изображены все параметры. Да простят меня электрики. Произносить половину я пока не буду. Не уверен в точности произносимого. Просто даю посмотреть. Как говорится, на паузе можно всё прочитать, я думаю. Меня лично порадовало в этой штукенции то, что она автоматическая. То есть, если я её случайно не туда засуну, в не том режиме, то всё должно быть хорошо. Вот интересно, если в режиме авто засунуть в розетку, оно выживет? Или оно того? Где красный, где зелёный, где синий. Так, тяжело бы, да? Деревянным. 6, 7. 6, 7. Короче, слева чёрный, справа красный. Всё, что мне надо. Хотя, на самом деле, разницы, конечно же, это никакой особой поначалу не имеет. Как засунул, так запомнил называется. Так. Звуковой сигнал слышали. Теперь пробуем вот такую фигню. 0,86 вольта. Да ладно. Что, такая слабая? Поэтому и не работала. Всё понятно. Она сдохла. Так, стоп. А вторая тоже? Ну да. Так, а есть ли у меня батарейки посложнее? Кстати, в промежутке проверяем температуру. Вот эта фигня. Берём рукой и видим, как температура сраба бежала вверх. Что меня несказанно радует. То есть датчик работает. Правда, я не знаю, может быть, он в меня лепезричество сейчас пускает. Но, в общем-то, мелочи. Потому что он хотя бы работает. То есть эту фигню, на самом деле, можно положить туда, где вам нужно отслеживать температуру. И вы будете реально там отслеживать температуру. Продолжаем. Принёс горсточку батареечек посвежее. Надеюсь, с ними будет получше. Да, 1,3. Это нормально. А теперь посложнее. Теперь у нас литий-ионный аккумулятор. Тихо. Как 0,6. 2. Нет, вот, 4. Всё верно. То есть нужно подержать. Потому что, когда идёт авто, вы слышите, наверное, там срабатывает релешка. Ой, как хочется в розетку засунуть. Сыбанёт, не сыбанёт? Бля. Блин. И хочется, и стрёмно. И хочется, и стрёмно. Сука, и хочется ведь. А ведь и стрёмно. Так, давайте хитрость сделаем. У меня есть проводочек. В него можно воткнуть. Нет, тут слишком защита. Нет. С проводочком, я думаю, мы не дотянемся. Так, у щупов это съёмная? Съёмная. Тогда вот и всё. Ой, блин, господа хорошие. Ой. Так, там есть тест с правым щупом в розетку. Он показывает переменный 50 Гц. А здесь ничего. То есть вот он таким образом показал, что это фаза. Ой, как хочется мне нолик-то коснуться. Че, как шибанёт, господа. Нет, надо как-то это сделать, чтобы меня не убило. Это мы... Нет, смартфон жалко. Так, чем бы его придавить? Так, давайте так. Теперь у нас фаза справа. Точно. Если ёбнет, то... Нет. Бля, страшно, капец. Кто б знал. Хотя, теоретически, я видел это у них в рекламе. Бля, хамуха. 250 было. 236 в итоге. То есть, как вы видите, можно. Но страшно, капец. По-моему, пора памперс нанести. Всё, нахрен. Я розеточку проверил. То есть, мечта детства сбылась. Просто мы когда-то с родственничком так... Тестер проверяли. И он взял и засунул его в розеточку. Тестер сгорел. Он пошёл за новым. На рынок. Тогда не в магазине мы это всё покупали, а на рынке. Этот, однако, выжил. Так, что я ещё могу? Сопротивление провода, например, какого-нибудь. Где у меня тут щуп? Давайте сопротивление этого щупа проверим. Так. Так. И так. Как-то фигово. Как-то нестабильно не находите? Или всё-таки надо ручками выбрать режим правильный? А, потом вспомнил. Кажется, коснуться надо раз. И после этого начать замерять. Чё-то его... Блин, штормит аж. Или меня штормит, или его штормит. Я не знаю. Кого-то из нас двух штормит. Так. Отвёртка. Раз. Два. Так. Так. Какие-то дикие показания прыгающие. Окей. Вольтметр. Как я понимаю. Переменный. Это что у нас? Хрен его знает. Ню. Энергия, по-моему. Герца. Температура. Авто. Чё-то я запутался нахрен. Как мне сопротивление узнать, господа хорошие? Я должен приложить двум концам проводников. Пожалуйста. Вот вам раз. Вот вам два. Блин, что-то у меня не срослось. Раз, два. Чё-то фигня. Чё-то он не останавливается. Так, давайте так. Раз. 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 Ну, вот это я не понял, на самом деле. Нужно как-то будет разбираться. Чё за фигня. Тут же провод. Провод. Витой. Сопротивление имеется. Вот он рисует омы. Ну, что-то он как-то слишком то ли мало, то ли много этих омов рисует. Ой, оля. Ну, ладно. Будем разбираться. Чё могу сказать. Например, нагляднее было бы фольгу взять и замерить сопротивление у фольги, да? Ну, да. Или какой-нибудь покрашенной поверхности. Что будет, если вот с такой поверхности? Ноль. Ну, то есть тут вопросов нет. Тут ноль. А почему на проводе не показывать? На проводе-то не ноль. Во! Хоть что-то близкое к правде. В районе одного. Ну, блин. Так он стабилизироваться, если будет полгода. Это, конечно, не дело. Ладно. Попробую научиться им пользоваться. И после того, как уже максимально всё о нём узнаю, как и со смартфонами, сделаю обзорчик. А пока всем, как говорится, желаю удачи. И если кого заинтересовала машиночка, переходим внизу под видео в описании. Там есть ссылка на магазинчик, где я её купил. Давайте в последний раз ещё раз ткнём в литий-ионный аккумулятор. 4 вольт. То есть вот с напругой у неё проблем нет. В 220 трясущимися руками вставил. Тоже хорошо. Интересно, а кумной зарядки... Нет, видите, что-то не получается у меня закончить сегодня. 5,2. В общем, да, так и есть. Значит, точный. Всё. Всем спасибо. Всем пока. Ссылка, напоминаю, внизу в описании. Если эти эксперименты нравятся, задавайте вопросы, что сделать. Я попробую. Ну и с вас заодно. Подписка за это всё дело. Всем пока.